На полгода продлят регулирование розничных цен на сжиженный газ в Казахстане. Таким образом, Агентство по защите и развитию конкуренции будет контролировать цены вплоть до 30 июня следующего года. Соответствующие изменения внесли в приказ председателя госоргана. Также в ведомстве отметили, что в парламенте сейчас рассматривают законопроект, согласно которому устанавливать и регулировать цены на розничную продажу топлива в дальнейшем будет один уполномоченный орган. Формирование общего рынка газа стран Евразийского экономического союза, свободная торговля с объединенными арабскими ратами, а также проблемы транспортной логистики внутри Союза. Эти и другие вопросы обсуждают в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Участие в нем принимали президент Казахстана. Как отметил Касым Жумар-Тукаев, перед странами сейчас ставит задача по ликвидации торговых барьеров между странами. Крайне важно отрегулировать вопросы трудовой миграции, наладить сотрудничество с государствами Ближнего Востока, Азии и Африки. Что касается внутренней торговли, товарооборот интеграционного блока за пять лет составил порядка 73 миллиардов долларов. Казахстан за последние 10 месяцев этого года смог достичь торгового рубежа в 23 миллиарда долларов, отметил президент Казахстана. Газпром достиг нового максимума суточных поставок в КНР по силе Сибири, превысив свои обязательства на 16,1%. Российская компания это сделала по запросу Китая. Российский трубопроводный газ поставляется в Китай по силе Сибири в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи между Газпромом и китайской компанией. Сумма соглашения равна 400 миллиардов долларов. По договору планируется, что ежегодный объем поставок газа будет составлять 38 миллиардов кумических метров. Выход на проектную мощность ожидается к 2025 году. Армения увеличила товар оборост России в два раза. Это данные за текущий год. Страна также активно развивает торговлю с Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном. Если раньше из Армении больше поставляли свежие фрукты и овощи, то теперь в лидерах переработанные сельхозпродукты. Основных статей экспорта также алкогольные напитки, текстиль и ювелирные изделия. В Кыргызстане начали активно поставлять комбикорм. В несколько раз увеличили объемы торговли с Белоруссией и Казахстаном. В России армянские товары успешно конкурируют с продукцией из других стран. Производители активно экспортируют товары в декабре. Многие даже предпочитают арендовать складские помещения в России. Ведь до марта из-за погоды на КПП Верхний Ларс могут быть проблемы с транспортировкой. В Армении предок инвестиций в экономику стран и АЭС за период ее членства в Союз вырос в пять раз. Это свидетельствует о том, что полностью наше производство, продукция полностью экологически чистая. Это два сертификата ИСО, которые мы получили. Международные европейские комиссии приезжали, нас тестировали, сертифицировали. И, конечно же, это помогает в том, чтобы люди знали, откуда продукция, что это как бы не маленький там цех какой-то, а нормальное производство. Сложилась такая ситуация, когда производство Республики Армения смогло замещать те товары, которые страны Евразийского и КПС ранее импортировали из недружественных стран. И тем самым у нас это производство развивалось. И сейчас наступил тот пиковый момент, когда мы смогли показать нашим партнерам, что наш товар является не менее конкурентоспособным, нежели товар, который они привозили из других стран. Сотрудники газеты «Нью-Йорк Таймс» вышли на протест. Они требуют увеличить зарплаты и улучшить условия их медстрахования. В демонстрации участвовали более тысячи работников, включая журналистов, редакторов и фотографов. Забастовку организовали профсоюзы. Сотрудники руководства не могут договориться с условиями нового соглашения. Переговоры продолжаются с марта прошлого года. По словам экспертов, это крупнейший за 40 лет протест. Отметим, сегодня у газеты более 9 миллионов читателей в США и других странах. Председатель КНР Си Цзиньпинь объявил о новой реотношении между Китаем и Саудовской Аравией. Китайская делегация заключила в Ир-Яде несколько десятков соглашений о сотрудничестве контрактов в самых различных областях деятельности на сумму около 30 миллиардов долларов. Китайского руководителя встречали в Аравии с большим почетом. Западные аналитики отметили резкий контраст по сравнению с весьма сдержанным приемом, оказанным этим летом Джо Байдену. В США не скрывают опасений по поводу растущего влияния Китая в ближневосточном регионе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok